итак мы внутри арткора потрясающего здания чем-то аутентичным и неповторимым и являющимся таким значимым местом в нашем городе я давно присматривалась и очень была рада когда все случилось и собственно я могу вас водить по своей выставке тех кто возможно не успел вчера попасть а может быть не находится в стране я хочу вам показать все то что у меня получилось это мой экзамен хронология по большому счету вывеса картин диктует только не временем написания а только вот композиции и не уничтожением собственно друг друга в одном пространстве хотя это было по мне очень сложно и мне сейчас их даже сейчас очень много то есть мне кажется что каждая из них требует намного больше спейса поэтому это предпоследняя работа называется акустик ресерч звуковые исследования звук в некотором смысле об этом писал кандинский и многие другие художники ранее являются равно цвет например то есть очень часто люди рожденные со способностями художишь ходу художника очень трепетно либо относятся к музыке либо являются одновременно музыкантами как часто бывает то есть если посмотреть на исследование звука и цвета по большому счету за равные истории и мне очень интересное исследование цвета и ты здесь можешь заметить что его ну достаточно много в этом пространстве причем всегда как мне кажется мне интересно одна и та же тема соединение несоединенного то есть нет цели я ее совершенно не преследую вылизывать работы до полной узнаваемости и принадлежащий какой-то аутентики предметной или временной или исторической мне кажется что вот такие немного грязные способы коммуникации они дают больше свободы то есть я ну и цвет сам по себе везде практически все работы написанные акрилом и маслом это последняя работа я ее написала практически к выставке да нелегко он мне давать но для меня это опять какой-то определенный прорыв новую историю то есть вот эта последняя работа мне кажется что она отличается от всех своей смелостью что ли но это мое ощущение то есть как бы всегда можно сказать что красивое соединение то есть гармония как таковая это соединение неожиданных вещей то есть частый уход в бок да то есть когда когда есть и грязь и чистота это как на базе холодного цвета раскрывается прекрасно теплый на базе темного цвета начинает что-то светится светлый то есть как бы вот этот микс он и дает сложную коммуникацию то есть что для меня сложная коммуникация картина и зрителя это более глубокое проникновение в того с кем она коммуницирует это одна из моих можно сказать старых работ здесь потому что она написано не помню когда по-моему я ее закончила девятнадцатом году уже в пандемию перед выставкой в румынии она была бухаресте презентовала тоже было соло экзибишен из шести работ и она была такой центральной картины которая вызвала вызвало очень много эмоций чувств не все они были положительными то есть немного было странного жесткого но как говорят арт-критики они говорят что такое кипиш и чем больше тем лучше он как бы очень способствует узнаваемости художника не знаю насколько это способствует узнаваемости но по правде сказать я и предположить не могла что первое место где она будет презентоваться это будет румыния потому что румыния достаточно ортодоксально в своей вере и крайне сложно по моему ощущению принимает такие вариации о чем она можешь если здесь требуется дополнительные пояснения смотри можно сказать еще немного о том почему моя выставка называется псайка навигейшн псайка с древнегреческого это душа навигация души и слоган к выставке звучит так не важно что ты видишь важно что ты делаешь тем что видишь то есть я все всегда про одно и то же то есть как бы что с чем начинают резонировать конкретно возвращаясь к этой работе меня одно время очень пленила леонардо да винчинская тайная вечеря именно его исполнение знаешь о них было достаточно много именно это именно это исполнение меня очень там загадка на загадке она не может не понимаешь когда все написано ясно и понятно это может быть как-то а когда есть еще некоторое зашивание шифрованная история она будет всегда дополнительно привлекать к себе свое внимание и они вроде бы как за покерным столом но в подносе для фишек в лотке для фишек вишня вишня с это можно понять только русскоязычному человеку вишня как в вышне как вишну и санскрит то есть даже не индуизм а как веды как самый на из в истории человечества самый древний источник знаний который дальше уже адаптировался местами и в россии и в и в индоизме и буддизме и да то есть все как бы начинает завязываться то есть как бы дальше правда сказать нет никакой экстраполяции с 13 12 учениками то есть я решила что мне это не интересно в образности я больше хотела передать архетипы женщин как бы есть какая-то 12 учеников в 12 месяцев в году то есть есть какая-то история нумерологии возможно цифры да и как бы я даже думаю так себе воображаю что каждая из них она возможно в каждом из моих этапов жизни меня в некотором смысле отражает в чем-то либо а может быть в прошлых жизнях отражает я не знаю то есть вот мне спрашивали а где ты здесь либо была такая игра с вика мне рассказала про да она просила передать ей привет так вот она говорил о том что мы играли в такую игру вчера кто есть кто кто видит в них себя и каждый вот по правде сказать называет разных разных то есть о чем это говорит что как бы мне кажется что мне удалось передать в их лицах формах позициях то что можно считать без языка без вероисповедания без предпочтений характеров даже в статусности вот понимаешь вот то что возможно нас всех и объединяет потому что карантин нам показал что все-таки общение живое общение это наверное ну то есть ценность его мы почувствовали только сейчас наверно в этой такой степени вот как и одновременно еще при этом то есть в некотором смысле мы оказавшись в этом пузыре мы мы стали тоньше и вот люди которые вчера приходили сюда это было потрясающе энергообмен так вот эта работа была написана во время написания тайной вечерей скажем так то есть в это время я читала кандинского и его описание линии точки это это нечто потрясающее как он как формулу переводит живопись форму но это это очень это фрактальная понимаешь про формулу то есть это те формулы которые все равно про бога про искусство про истину про какие-то моменты такие так вот видишь есть даже некое некое сходство между вот этими распадающимися линиями и вот они у меня здесь тоже есть они никуда не делись то есть они такие родственники они даже вместе стояли то есть как бы какое-то а вообще здесь разные техники здесь акриловый фломастер и учитывая то что я я ребенок института искусств первоначально мне было заложено что я могу мешать все совсем и совершенно неважно в каком в каком правиле ты это все используешь если это получается хорошо вот ну поэтому здесь все что угодно и баллончики да вот это вот то ли планета то ли отверстие то ли то ли что как бы написано все как бы смиксована эта работа называется футурологический конгресс мне на в некотором степи в некоторой степени и название ее как бы тоже отводит клемму футурологическому конгрессу потрясающему писателю одному из самых любимых моих писателей вообще наследие человечества то есть тот кто всегда современен и всегда про сегодняшний день и сюжетность рассказов трогического конгресса как раз в некотором смысле пересекается сюжетной линии вот этой дамы с головой орхидеи вот и если говорить про цвет опять-таки же которого я здесь не так много я первоначально она была в другой версии она была в джунглях потом появились такие геометрические лучи они даже может где-то прослеживаются после перекрывала все это и все это как-то очень неправильно соединялась и я приходила домой не могла понять да что же сделать с ней потом в какой-то момент я начал просто все закрашивать в черный цвет и картина начала дышать то есть ощущение сразу вот этой коммуникации энергетического потока наладилась эта работа за блухе он а тоже на самом деле ей около двух лет и она побывала и в испании на выставке барселоне она и потерялась мы и разыскивали значит она уехала в противоположную сторону от барселоны вообще мы могли ее потерять в общем были очень интересные истории а потом когда выставка прошла то галерея которая ее выставляла она не очень хотел ее возвращать ну оставьте на меня еще немножко пусть побудет то есть мы еще при ук прикладывали определенные усилия для того чтобы ее оттуда обратно вырвать и вот это конечно ощущение работы художника как связи то есть и те переживания которые связаны были ощущения то есть они были для меня на вы то есть я поняла что все таки это действительно и правда часть меня и это то с чем мне иногда сложно расставаться то есть работа которой я была бы очень расстроена если по ним были куплены вот да большая пауза тебя перед эта работа называется катамини перевод этого слова нужно посмотреть в википедии переводится она как менструация то есть по моему ощущению то что мы о чем мы не привыкли говорить но все-таки я хочу сказать это очень сильное ощущение которое переживает как минимум каждая женщина и в моем понимании и в моем ощущении это было в каком-то вот прямо потоке то есть работа была написана они чуть ли не за два дня то есть просто лилась то есть не здесь не надо было думать какой цвет какую форму как это все но все было на а вообще основу вот этих вот лепестков это франкфуртский музей это скульптор 50-х годов я сейчас к сожалению не могу сейчас сказать его имя это скульптура 1 1 расплавленный расплавленная резина которая повторяет вот такие крупные крупные капли значит и вот из разных вот таких вот каплевидных таких конструкций вот такие скульптурные композиции очень красиво и основа была та но и как как всегда как это бывает у меня в набросках то есть то что у меня внутри по ощущениям что я должна высвободить или написать это всего лишь зацепка для того чтобы я начала работать потому что по факту потом дальше очень большая доля импровизации по цвету и по передаче материалов то здесь точно не не резина да то есть вообще как бы по-другому все встало белопогосы вот если говорить про про свет в картине то есть и про цветосочетание мое ощущение этой работы что она светится всегда независимо какое освещение почти темно либо она на нее направлено много света такая нимфа то ли птица то ли лисица то ли рыбка кто знает то есть такое вот существо очень как бы вот я ее как-то в этот момент я увлеклась петром водкиным очередной раз у меня это такими на самом деле запоями то есть есть периоды когда мне очень хочется разобраться с каким-то художником и непримерно с этим меня очень раздражает если меня отвлекают другие художники иногда это вот это петров водкин это тот человек альбом которого когда открываешь у меня всегда над одно и то же ощущение и я бы вы тоже так сделала я понимаю это самонадеянно как для любого художника но все его мазки значит бывают работы художников когда ты на них смотришь и гришь ничего себе вот никогда бы так вот не подумал что это можно а вот он именно тот человек который возбуждает именно этот коктейль чувств да и это конечно другой красный и это не конь это не купание хотя может быть и купание но в то же время как бы как вдохновляющие как как импульс который привел в действие именно вот такую формулировку другого а Субтитры создавал DimaTorzok